в отличие от некоторых тантрических практик которые рекомендуют не заниматься сексом как-то по-другому создавать какой-то долинный оргазм без секса все-таки в осознанные танцы секс наоборот присутствует и проблема не в наличии или в отсутствии секса для достижения какой-то практики а именно в правильности и умение использования того или другого то есть иными словами человека должен и может достигать это в любых условиях как сексом так и без секса абсолютно то есть не имеет значения занимаетесь вы сексом не занимаетесь сексом люди которые занимаются сексом на примитивном уровне конечно же они никогда не достигнут высот тантрических то же самое эти же люди которые не будут заниматься сексом тоже никогда не достигнут высот тантрических разницы абсолютно никакой и человек который занимаясь сексом достигает этих результатов он может и без секса тоже какой-то степени достигать этих результатов просто кому-то удобнее это делать сексе и кто-то уже может профессионально это делать в сексе а кому-то нужно учиться без секса скажем так это такой начальный этап чтоб потом опять-таки войти в секс а не миновать секс то есть секс это нормальное подключение прямое напрямую подключение вот есть подключение вай фай на расстоянии а есть напрямую подключение кабеля вот это такая же разница если мы подключим напрямую кабель тут опять таки технический момент но я скажу что это будет другой звук другой цвет окрас тембр когда мы смотрим картинку если мы по вай фай подключим но это для ценителей гурманов я говорю кто понимает разница если мы подкрут подключим по вай фай а то есть тоже будет совершенно более не такая динамика скажем так не такая интересная картинка скажем так но опять я говорю что качество выше когда происходит напрямую все но это улавливает только профессионал не профессионал конечно же он может не почувствовать этой разницы то есть для него важен какой-то эффект который производит на него какое-то состояние экстаза там и не знаю какой-то эмоциональное даже состояние но это совершенно не относится к состоянию осознанности какой-то более глубокой творческой деятельности поэтому осознанная тантра она совершенно не минует секс это абсолютно нормально грамотно заниматься сексом вопрос лишь в грамотности как этим заниматься вот надо научить людей именно грамотно заниматься сексом осознанная тантра также этим занимается это надо понять что секс наоборот рекомендован осознанной тантры но он не является конечно же прям обязательным то есть но осознанная тантра просто не не отвергает секс и говорит о том что сексе и без секса одинаково можно достигать но даже сексом это более сильно происходит скажем так именно конкретный контакт создает более сильный импульс соответственно секс как раз придаст большую силу энергии то есть вы сможете с большей энергией работать то есть это как количество тока напряжение тока то есть сила амперность все такое прочее то есть это совершенно другая работа более в широком плане чем больше амперности тем шире сцена то же самое здесь когда вы входите более такую силу тока соответственно вы с большей энергии можете работать так вы работаете своего рода как бы сдержанно можно сказать щадящие вы только практикуетесь когда вы входите женщину мужчина входит подключаетесь более сильной энергии эта энергия вас уведет просто вы сможете такие чудеса творить просто напросто в себе с сознанием естественно Pearson то есть работа с сознанием уже то есть это уже даже работы но одновременно конечно с энергии но она требует расширения сознание потому что чем шире сознание тем эта энергия она также позволяет расширяться в узком сознании в примитивном сознании энергия также сжата и примитивны поэтому осознанная тантра она работает именно с сознанием и когда у людей низкий уровень развития там сознание примитивное там еще его нет даже этого сознания тогда люди просто пытаются как-то почувствовать эту энергию работают с этой энергией которые вот они только-только почувствовали они еще не не раскрутили ее и даже если они думают что они ее раскрутили она все равно на уровне не сознания находится на уровне определенного их восприятия скажем так понимание восприятия и так далее но в осознанности ты энергия просто расширяется возможности этой энергии они взаимодействуют с сознанием то есть энергия сливается с сознанием и дает толчок сознанию то есть там параллельное развитие идет и энергии сознание одновременно и все это увеличивается многократно просто-напросто когда идет прямой контакт воздействия слияние друг с другом мужчины женщины когда я говорю про секс это как раз я говорю о прямом контакте между мужчиной и женщинам между мужчиной и женщиной то есть это не говорится о том что надо примитивно долбиловкой заниматься там совершенно другой секс в осознанной тантре то есть там нет долбиловки там работа с сознанием и с энергией ну тут может быть дело только в том что с кем нужно заниматься сексом а с кем не нужно заниматься сексом допустим вы практикуете с кем-то какой-то энергетические вещи какие-то то есть работаете там с энергией состоянием своим с этим человеком изучаете это все и не чувствуете потребность ну прямого контакта скажем так это не значит что вы будете с одним другим с десятом заниматься сексом секса вы можете заниматься с определенным человеком но это не важно что с одним или двумя или с тремя также можете выбирать как и обычно вы это занимаетесь сексом ну правда в обществе принято только с одним заниматься но осознанная тантра она свободно к этому относится скажем так потому что тут работа с сознанием совсем другой уровень просто напросто это не животный инстинкт какой-то уже а работа с энергией и чем больше энергию вы в состоянии преобразовать тем больше соответственно в сознании вы сможете это все созидательно преобразовать тут все свободно заниматься не заниматься это ваше личное право и выбирать конечно же нужно на основе такой вот продуктивный скажем так то есть не чисто там уже в осознанной тантры не будет там чувственности такой вот работа будет за пределами чувственности соответственно тут уже осознанный выбор вы как творческий человек будете подходить как творческий человек пробует исследует занимается там изучением то есть чисто творческий подход скажем так но если человек творческий он не будет пробовать какой смысл что он достигнет тогда то же самое здесь если вы исследователь то есть вы можете исследовать соответственно то есть нет табу уже но опять повторюсь что это осознанный выбор это не просто на чувственном уровне это с точки зрения расширения сознания и работы с большим количеством энергии